всем привет сегодня занимаемся ремонтом спальни продолжили отделывать стенки как я говорил в предыдущем видео сначала я подготовил стенку от грунтовал потом нанес сетку малярную после сетки я еще нанес еще один слой грунтовки как было не рекомендовано потому что я наносил штукатурку на фанеру поэтому последний слой был штукатурка следующий этап по идее у нас должна быть шпаклевка но я не знаю как на такую стенку носить шпаклевку мне кажется нужно еще один раз хорошенько штукатуре делая без маяков до до маяков у меня не было под рукой я подумал что за этой стенкой у нас будет шкаф поэтому пусть будет так а вот вторую стенку которая сейчас стоит просто зачищенная наверное уже будем делать по майкам и по нормальному замешивать заказать нужно еще штукатурки когда я понял что они правильно посчитал оказалось что штукатурка идет на 9 килограмм на 1 квадратный метр при толщине слоя 10 миллиметров я же посчитал наоборот 1 килограмм на 9 квадратных метров в общем что-то я нафантазировал себе и неправильно заказал объем штукатурки написано лучше берите бетон контакт либо что-то подобное ну я взял грунтовку циризит вроде как мне сказали что она дорогая но при этом обработал сразу же я две стенки эти грунтовка было сказано нужно подождать когда она впитается поэтому сравним результаты двух стенок будет ли у нас отходить штукатурка от второй стенки также сильно как и от 1 потому что уже прошла неделя и первая стенка она с треском немножко отходит штукатурка но сама не отваливается то есть за счет того что я укрепил сейчас стенку вернее сетку к стенке прикрепил за счет этого она держится хорошо стетку я использовал обычную малярную с ячейкой по моему там три на три миллиметра что ли крепил я сначала гвоздями мучился мучился потом решил прервать процесс ремонта и взять сетку вернее степлер у своего тестя степлен и получилось намного ловчее все выполнять работа спорилась очень быстро крепил я намного чаще и поэтому я думаю что этот участок сетки должен держаться значительно лучше чем то что я крепил маленькими гвоздиками гвоздики еще предварительно для этого ходил искал в сарае но оказалось что они мне не нужны как замешивать я на самом деле не знал было написано в инструкции 045 литра воды на 1 килограмм смеси но сколько один килограмм я тоже не знал ковшик измерительные нашел от предыдущих хозяев поэтому использовал его для того чтобы отмерять количество смеси требуемо и в общем дело все на глазок и если мне не хватало вязкости то я добавлял еще и подмешивал это того что у меня получилось вы сможете увидеть в конце видео все видео к сожалению показывать не буду потому что у меня вышли штаны из за пределы своего бытия и мне пришлось вырезать этот кусок видео чтобы он не ввело видно мои мои булки в какой-то момент я понял что смесь слишком все-таки жидкая и нужно добавить еще немного раствора чтобы замешать получше сейчас мы уже видим на видео стенку штукатурен и полностью я уже пришел ее шпаклевать стенку так у меня не было нормального шпателя у меня был коротенький шпатель я использовал его для того чтобы работать после уже порылся и нашел нормальный такой длинный шпатель которые дырки которые у меня были в начале видео я показывал я их фактически полностью заровнял еще использовал затирку чтобы стереть лишние швы и выровнять поверхность и в принципе стенка на самом деле получилось достаточно ровно опять же результаты вы сможете увидеть в конце видео того что смог сделать обычный человек офисный планктон своими руками так я не понял как правильно заделывать уголки у стен и заделывать верхнюю часть которая подходит кверху не знаю как называется палеонтуса наверное не получилось у меня нормально приходилось маленьким маленьким шпателем наносить по чуть-чуть шпаклевки и соответственно заравнивать поверхность но это очень долгий процесс мутаны наверняка у профессионалов есть какие-то способы но на youtube и к сожалению я не нашел того что как говорят правильно делать вторую стенку решил делать по маякам как я говорил в начале видео на самом деле у меня опять ничего не вышло потому что я стала носить штукатурку но она оказалась слишком слабо замешана мне он надоел на самом деле добавлять на видео к сожалению все не видно как я добавляю штукатурку постоянно туда поэтому я просто убрал эти маяки и сделал все без них и получилось целом достаточно ровно очередной этап ремонта комнаты стенка закончена полностью отшпаклевана не очень аккуратно но я это сделал теперь она почти что ровная есть небольшие бугорки но первым блинком он начал шпаклевать штукатурить вернее вторую стенку нашел она уже подсыхать там уже видны сверху места и подсыхает штукатурить на второй раз потому что у меня получили здесь вот такие вот дикие разводы и конечно все было из-за того в общем что у меня получился жидкий раствор и подтекала вот штукатурить буду по второму разу еще по причине того что видно сетку нужно чтобы сетку не было видно зато стенка стала ровно когда закончим эту стенку займемся шпаклевкой этой стены и этой стены потом сделаем пол и займемся мебелью когда все решим с мебелью перейдем наверно кухне кухня это вторая наша задача которую мы хотим сделать себе потому что уже у нас лежит но пока что процесс ремонта кухни еще не начался как только сделаем комнату займемся всем остальным процесс ремонта уже длится примерно полторы недели потихонечку помаленечку выходные дни занимаемся и делаем всем кому понравилось видео ставьте лайк не понравилось ставьте дизлайк обязательно учтите не учу как делать я просто делюсь тем что у меня получается у человека труд без опыта начал ремонтировать свой дом